Еще раз добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пранько на волнах Финам-ФМ, ежедневная программа «Сухой остаток». И у нас сегодня интересная тема – развитие отраслей российской экономики глазами предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Государственного университета Высшей школы экономики. Георгий, добрый вечер. Я сразу хочу сказать, слушайте, вы так не пугайтесь, вот такое большое длинное название в должности моего сегодняшнего гостя, а на самом деле тема нашего разговора будет прикладная. Насколько я понимаю, это исследование, мнение предпринимателей. Да, это статистическое исследование, которое мы как раз проводим вместе с Росстатом. Росстат, ну, в силу своих, так сказать, информационных ресурсов и наличия территориальных органов и обладания вертикали, собирает информацию. Высшая школа, в частности наш центр, анализирует эту информацию. Это достаточно распространенная на Западе система исследований, когда проводится опрос мнений предпринимателей о различных отраслей экономики, о состоянии конъюнктуры на их предприятиях, состоянии конъюнктуры в отрасли и выявление каких-то, ну, узловых моментов, ну, со спросом на продукцию, с производством продукции, загрузка мощностей, численность занятий, ну, финансы. Ну, то есть любые параметры, характеризующие деловой климат. И вот сейчас вы подвели итоги первого полугодия, да? Уже подвели итоги девяти месяцев. И мало того, мы по промышленности, где делаются ежемесячные обследования, уже имеем результаты октября. Вот чем хороши эти исследования, что они имеют опережающий ресурс. То есть эти обследования поступают значительно раньше статистических, так как та анкета, которую Росстат дает респонденту, она заполняется нормальным менеджером, который ориентировается в деятельности своих предприятий, ну, буквально в течение пяти-семи минут. Мы не спрашиваем ни одной цифры. Мы спрашиваем, работаем в рамках конъюнктурных направлений, то есть улучшилась ли у вас ситуация, ухудшилась, осталась на том же уровне. И предприниматель ставит просто галочки или крестики, что ему удобнее делать. Потом методом небольших, как говорится, математических исчислений мы квантифицируем эти качественные показатели в количественные и выстраиваем и анализируем эти результаты. Это, еще раз повторю, достаточно распространенная система. Первыми этим начали заниматься в Мюнхене ИФО-институт знаменитый. Даже больше скажу, в общем-то, такие исследования на Западе очень серьезно влияют на фондовый рынок, как только они выходят. Это же действительно срез, да, и тот же Блумберг проводит периодически с определенной регулярностью исследования. Георгий, ну вот скажите, последние данные, они говорят о чем? Какова средняя температура по больнице? Давайте, как говорится, в медицинских терминах работать. Тогда мы сразу зададим реперные точки. Значит, 36,6 это человек здоров, 37,4 он немножко болен, 38 он болен, 38,39 он очень болен. Так вот, если брать эти четыре базовые отрасли экономики, которые мы сейчас рассматриваем, мы берем именно четыре без сельского хозяйства, мы и по сельскому хозяйству. То есть это промышленность? Промышленность, строительство, розничная, оптовая торговля и сектор услуг. Причем сектор услуг в широком смысле, это и транспорт, и финансовые услуги, и все услуги вплоть до похоронных бюро, как говорится, и индивидуальные. Жизнь есть жизнь, это тоже вклад во внутренний валовый продукт. И вы извините, я тогда, уже раз мы затронули эту тему, мы впервые летом сделали обследование, нам тоже организация, есть такая статистика России, информационный сайт, помог нам провести это обследование. И как ни парадоксально, ну, по крайней мере, для меня, может быть, специалисты это знали, ощущали, именно, ну, это даже не черный юмор, но именно на кладбищах и на похоронных бюро идет самая, как бы, ну, большая деловая активность. То есть, там и деньги крутятся, и спрос, и конкуренция, и инновации, и даже какие-то... Ну, это, знаете, мне, Георгий, напоминает ситуацию с Америкой, когда самый оптимальный, самый большой вклад в ВВП США вносит афроамериканка, женщина, инвалид, страдающая сахарным диабетом, и пошло-поехало, да, вот это идеально для вклада в валовый внутренний продукт. Да, наверное. Ну, цинично звучит, но фактологически это именно так. Ну, да. Тогда, возвращаясь, как говорится, к нашим баранам, вот эти четыре отрасли, вы сами понимаете, что они занимают наибольший отдельный вес в структуре валового внутреннего продукта. Раз уж принято, как говорится, оценивать динамику экономики по индикатору валовый внутренний продукт, поэтому как работают эти отрасли, собственно говоря, так и будет направленность тренда в развитии валового внутреннего продукта, который, как вы знаете, буквально три дня назад госпожа Навиульна сказала, что где-то он у нас будет в этом году около четырех процентов. Я вам скажу так, что здоровых отраслей нет. То есть, кто имеет 36,6 сегодня... В России таковых нет. В России из этих четырех, и причем, я еще раз повторю, это не мое мнение, я сейчас просто озвучиваю мнение предпринимателей, которые представили свои, так сказать, свои мнения респондентов. Но, в принципе, тут удивительного ничего нет. Но мы только что начали выходить из кризиса. У нас идет восстановительный процесс, у нас идет компенсационный процесс. Это не так все просто, выход из кризиса. Экономическая конъюнтура в мире и внутри страны еще, ну, конечно, не вышла на докризисный уровень. И макроэкономическая ситуация не такая. Но здоровых нет, ну, ближе к здоровым. Мне нравится, здоровых нет. Все. Знаете, все. Вот как у хирургов, да? Все. Нет, ну, я думаю, что здесь ничего страшного нет. Все-таки все, любой экономический кризис, это нормальный процесс, это нормальное циклическое явление, которое и наши экономисты, и Кузнец в свое время, и все великие экономисты, начиная от Кейнса, всегда говорят, циклы есть, никуда от них не деться. Одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, длинные волны, короткие волны. Но суть не в этом. Так вот, ближе к здоровью у нас сегодня находится розничная торговля. У нас есть по результатам обследования, мы считаем, так называемый, результирующий показатель, это индекс предпринимательской уверенности. Ну, чтобы не загружать наших дорогих радиослушателей всякими металлогическими проблемами, я скажу так, чем больше индекс, тем лучше ситуация в отрасли. Так вот, розничная торговля имеет индекс плюс одиннадцать процентов. Немножко больна оптовая торговля. Пожалуй, немножко больна сфера услуг. Где-то между болезнью и немножко болезнью находится промышленность. И, к сожалению, больна... В ауте находится. Да, к сожалению, в худшей позиции находится строительство. Но, что парадоксально, последние как раз исследования показали, что наибольшие темпы, ну, в частности, в третьем квартале, именно показала больная отрасль строительства. Они начали потихонечку выходить, даже не потихонечку, а быстрыми темпами выходить из пике. То есть, как бы, темпы снижения значительно замедлились. И где-то индекс начинает приближаться к нулю, хотя и находится в отрицательной зоне. Ну, вот, собственно говоря, может быть, сейчас охарактеризовать как... Я предлагаю начать вот как раз с розничной торговли, с того сектора, да, который, как вы говорите, более-менее, по мнению российских предпринимателей, себя чувствует, да? Это связано с ростом потребления со стороны россиян? Какие факторы положительные? Ну, конечно, макроэкономическая ситуация достаточно позитивная для розничной торговли. Вот, как вы сказали, рост потребления. Вы же знаете, что реально располагаемые денежные доходы практически показывают положительный тренд в течение всего 2010 года.